Здравствуйте, друзья! Мы видим Светлану, которая красиво так идет со своими палками, амортизирующими такими, нормальненько. Где-то уже 6 часов с копеечкой вечера мы вышли погулять. Ну и специально для вас мы пойдем в такое место, где вчера не были, а то получится, что мы гуляем по одному месту. Пойдем здесь все. Не будем переходить улицу, да. И вот, надо сказать, что мы не разговаривали толком про этот самый коронавирус у нас на канале. Ну так, мимоходом. Тут, там, знаете, это сейчас такая тема очень популярная. Даже, я бы сказал, в основном даже выборную тему забивает полностью. И сегодня вот я читал такой материал обзорный, где пишут, что разные люди говорят, а говорят они это на больших таких национальных шоу, которые проходят в субботу, в воскресенье. Там типа Face the Nation, там и так далее. Такого плана. Большие серьезные шоу. И там обычно выступает очень серьезная публика. Вот, в частности, выступал такой человек во фамилии Готлиб. Он первые два года в администрации Трампа служил, боюсь соврать, где-то в Food and Drug Administration, где-то там. То есть, человек в теме, так скажем. Человек в теме и, можно сказать, ответственный работник. И вот этот Готлиб сказал такую вещь, и не он один это сказал, а в субботу вчера, что мы перешли из стадии, когда страна пыталась удержать, как бы... Распространение. Да. То есть, как бы... Нет, я пытаюсь найти русское слово containment. То есть, удержанию, как бы, да, нераспространению. Из стадии нераспространения мы перешли в стадию снижения возможных последствий. Mitigation такой. То есть, нет речи о том, что вирус не пойдет, что как-то вот... Где-то можно его локализовать. Вот локализация. Да, локализация, хорошее слово. Из стадии локализации мы перешли в стадию, как бы, минимизации потерь. За день из 20 штатов вирус перекочевал в 30. Ну, в смысле, был зафиксирован официально. С 420 человек за день стало 500. Ну, и пошло-поехало. Вот. Дальше выясняется масса всяких проблем, что вот... Тестировать, как бы, нечем, да. Ну, то есть, решается, как бы, вопрос потихоньку. Но на протяжении довольно продолжительного времени нечем было тестировать. Сегодня вот, Светлана, что там тебе написали из страховой компании? Мне написали, что страховая компания полностью покрывает тестирование. Тестирование. Именно вот на коронавирус? Именно на коронавирус. Так. Поэтому, если есть нужда, то... То, чтобы мы знали, что страховка покрывает. Но вопрос же в том, что неизвестно, где делать это тестирование. Это вопрос один. Да. И второй вопрос, если ты уже идешь в то место, где тестируют, то у тебя очень большой шанс восхватить этот самый вирус, это два. Ну, то есть, представьте себе, захотели мы, друзья, пойти тестироваться. Приходим там в какой-нибудь госпиталь. Ну, это можно... Это можно только сравнить с очередью к избирательному участку. Вот я смотрел такие фотографии там, что вот сейчас у демократов там на праймере были места, где народ сталкивался. И так вот они аккуратно в очереди стояли. Вот представьте себе, приходишь в такое место, где... Больные люди приют, чихают там. Частично больные, частично здоровые. Это становится, как круизный лайнер, да, вроде. Был один больной, когда садились, а когда уходили, там весь лайнер был больной. Поэтому тоже такое рисковое предприятие. Да. Поэтому, как бы без особой нужды, понятно, что в такие мероприятия люди не ходят. Ну, мне сказали... В общем, стрёмно, стрёмно. Мне сказали, мне сказали, что надо проверить страховки. У нас вообще-то врачи на дом не выезжают. Нет. Но вот мне сказали, что там... Скорая? ...страховки нужно проверить. Нет, там есть такая штука под названием «Хелс». «Хелс». Вот, и вот если там какая-то... Я ещё не знаю, есть ли она у нас. Но если она есть, то тебе могут типа домой приехать и проверить тебя. Ну, хорошо. Значит, это ты можешь отдельно там позвонить в страховую, уточни. Дальше, что происходит... Что происходит? Значит, большие компании, многие, айтишные, во всяком случае, про большие известно, переводят сотрудников на работу из дома. Да, Microsoft закрывает. И Microsoft, и Apple, и LinkedIn, и там ещё какие-то, я не знаю, там несть им числа. Сегодня я видел, рассылает сейчас такое сообщение информационное, что вот есть пять компаний, которые предлагают бесплатные решения для выноса сотрудников на дом. Чтобы они не ходили в офис, а куда-то ещё там ходили. Давай, может быть, мы перейдём, правда? Мы перейдём, наверное, мы перейдём. Да, перейдём. В общем... Да, со всех сторон как бы вот это всё накапливается, набивается. Мне очень интересно, чем закончится... Чем закончится в понедельник, ну и тоже закончится, чем начнётся, можно так сказать, чем закончатся выходные и начнётся в понедельник биржа ценных бумаг. Она упала там и в четверг, падала и в пятницу падала. И, в общем-то, какие реально будут плохие новости за эти два выходных, ну и утро, понедельник тоже, да? С чем мы вообще уйдём? То есть, насколько поток негативных новостей соответствует ожиданиям этих новостей на биржах? Так вот, господин Готлиб сказал, помимо того, что он сказал, что мы ушли из стадии сдерживания в стадию, так сказать, снижения минимальных потерь, вообще снижения потерь, он назвал две цифры, которые меня заинтересовали. Он, в частности, сказал, что пройдёт ещё недели-две, и за эти две недели сознание граждан кардинально переменится, мы будем жить в другой стране. То есть, мы ещё не понимаем, где мы с этим вирусом. Это неудивительно, друзья, последняя эпидемия когда была там? Ну, я не знаю, про Америку я точно не знаю когда, а, скажем, даже в России, например, ну что там было? В начало века, конечно, были и тифы, и оспы, и холера, и там, бог знает, что там не было, но всё-таки прошло много времени. В Америке, наверное, ещё больше прошло, я не знаю, ну, нет такой культуры, знаете, бороться с эпидемиями или как-то там предохраняться. А самое главное, что нет в головах. В головах нет, конечно, об этом же речь и идёт. И вот он говорит, что две недели просто перевернут, мы будем жить в другой стране, а месяца два, говорит он, уйдёт на то, чтобы изменить динамику в другую сторону. То есть, две недели пройдёт, и мы поймём, где мы, ещё полтора месяца мы будем торчать, а дальше мы начнём немножко вылезать из торчания. Вот, как бы, такое у него предсказание. Тут ещё какой-то дяденька, сейчас много говорунов на эту тему, понимаете, очень сложно с официальными лицами, потому что доверия к ним, как бы, нет давно. То есть, официальные лица, они что-то всё время не то говорят, как бы, что есть, а то, что, вот, ну, как бы, правильно говорить, так скажем, из политических соображений. И вот, сейчас даже есть такое мнение, что количество, например, заболевших и умерших в Китае просто скрывается. То есть, они, как бы, тоталитарно удерживают информацию, там, и так далее. То есть, такие тоже есть рассуждения. Это английский, по-моему, да, какой-то врач любит его слушать. Вот он говорит о том, что стратегия должна меняться на стратегию реакции, реактивной, на стратегию проактивную. То есть, если, допустим, в школе ребёнок заболел, да, и после этого всю школу сажают на карантин, детей разгоняют по домам, то это реактивно, да, то есть, сначала кто-то заболел, а на самом деле, к тому моменту, как выявились эти заболевания, может быть, там уже полшколы перезаражены, только ещё не диагностированы. Он говорит, стратегия должна быть проактивная. Надо перестать ходить в школу раньше, говорит он, чтобы уже, ну, как бы, не подвергать себя. На самом деле, я думаю, что любая школа это поймёт, то есть, достаточно, когда позвонить и сказать, что ребёнок чихает кашля, это и тогда сама школа скажет, что тогда пусть лучше сидит дома. Ты читала, тут говорят про Стэнфордский университет, что он перешёл на онлайн обучение, да, на неограниченное время. Ну, на самом деле, я лично считаю так, что поскольку мы не можем эпидемию, то остановить пандемию, как они говорят, остановить не можем. Не можем. Поэтому в опережающем смысле все силы должны быть прощены на то, чтобы как можно больше самоизолироваться. То есть, единственный способ борьбы с этой вот пандемией, это иметь как можно меньше контактов с другими людьми. Вот мы сейчас идём по улице, да? Да. Я вот поставила себе задачу ничего не касаться. Я касаюсь только своих палок. Ну, перчаток у тебя нету. Перчаток у меня нет, но я касаюсь только палок и себя лично. Вот, я надеюсь, что этого пока что достаточно. Но я запаслась. В машине у меня лежит 200 перчаток. То есть, если мне нужно выйти из машины, я одеваю одноразовые перчатки. У тебя запас перчаток одноразовых, так. У меня запас перчаток. У меня лежат салфетки дезонфицирующие. То есть, мало того, что я в перчатках, но я, приходя в машину, я снимаю эти перчатки, вытираю руки салфетками. Протираю дверцы, там, руль и так далее, да, чтобы... Особенно на заправке, друзья. Вы когда берете вот этот вот штуцер, как эта штука называется, вот, там, смотрите, сколько народу его за час там перетрыгивают. Да, я все-таки считаю, что в Америке люди, которые живут в отдельных домах, у них, конечно, экспозер, да, вот... Подверженность. То есть, ну, скажем так, близким контактам гораздо меньше, чем у тех, кто живет в многовитажных зданиях. Так это в любой стране такое? Они... Ну да, просто в Америке очень много людей живут в отдельных домах, в отличие от других стран. Значит, нам не нужно нажимать кнопки лифта, да, у нас система кондиционирования, там, и обогрева только на весь дом. Ну, и за исключением больших городов, где есть метро, мы не спускаемся по эскалатору, не держимся за ручки. У нее мярница, например, она своих детей в Нью-Йорке уже в школу не посылает, она взяла справки, они сидят дома, делают домашние задания. Но они принимают или недовольны? Они очень недовольны, они считают, что все, ну, знаете, юношеские Максима Оленина, они считают, вот тут дядя бежит, он мне не нравится. Причем один в университете учится, а другой в школе. В школе, да. Вот, у всех свои дела, мы все понимаем, что в школе, и в институте, и в колледже, всюду контрольные, всюду что-то. И, конечно, вторжение вируса в нашу жизнь, оно нарушает привычное течение рутинных каких-то дней. Да. Но, друзья мои, тут вообще вопрос стоит так. Либо пан, либо пропал, да? То есть тут вопрос не какой-то... Ну, можно его так понимать. Нет, 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 но тут не вопрос какой-то контрольный, или какого-то квиза, или какого-то еще. Да. А вопрос того, что в условиях массовой эпидемии, вы можете себе представить, допустим, да, что вот хотя госпиталям дали средства, там дали все, но если идет массовый наплыв больных, который исчисляется тысячами, десятками тысяч и так далее, у медицинских учреждений просто нету таких средств, чтобы всех этих людей оприходовать. В смысле, нету возможности расположить. Да, оказать им медицинскую помощь. То есть, если будет массовая пандемия, то люди останутся в отсутствии медицинской помощи, просто потому, что пропускная способность медицинских учреждений ниже, чем потребность. И в этом смысле, получается, что когда вы отправляете ребенка в школу, или сами идете на работу, или что-то такое происходит, то вы тем самым увеличите вероятность заражения. Я вот считаю так, что говорят, ой, был свиной гриб, был тот гриб, был свинец. Да, они были, может быть, более тяжелые по форме протекания, может быть, там была даже высшая смертность на каждого заболевшего. Но проблема с этим вирусом, что он летучий безумно. То есть, такого вот не было еще, ни со свиным грибом. То есть, как бы коэффициент распространения, да? Да, то есть, когда каждый человек заражает там, я не знаю сколько, 10-5 окружающих людей, вот так вот походят, и ты же сам не понимаешь, что он болен. Да. Давай мы пойдем там, где людей меньше, пойдем на ту сторону. Пойдем. Друзья, вот видите, мы в практическом плане уходим из этой толпы и идем туда. Хотя, вот к Светиному вниманию говорят, что надо не подходить к людям ближе двух метров. Двух метров. Когда тебе люди навстречу идут, то, более-менее ты оказываешься в какой-то близости. Конечно, плотных меньше, а ну лучше. Вообще, очень-очень аккуратненько надо вот с тем, что мы привыкли там руки пожимать, обниматься там. Я уже не говорю целоваться, даже в щечку. Друзья, не нужно. Я слушала новость, значит, теперь так говорят, руки пожимать. Вот, кстати, вот я хочу сказать нашим зрителям, что когда еще мы жили в Советском Союзе, то руки жали исключительно мужчины. Женщинам никогда руки не пожимали. И меня это вполне устраивало. Практически, практически, да. Потому что я не люблю пожимать чьи-то плотные руки, и всегда чувствовала себя некомфортно. В Америке же пожимали руки и женщины, и мужчины. Да. И я каждый раз чувствовала дискомфорт. Сейчас в связи с эпидемией говорят, что руки пожимать не нужно. А что нужно? Что нужно? Локтями, друзья, вот так. Вот так, типа хай-бадди, да? Да. Вот, или ногами как-то, или чем-то. Друзья, не надо никому руки сувать. Мало ли что. Слышишь, я еще читала очень смешное выступление итальянского. Премьер-министра. Премьер-министра, который сказал, что, друзья мои, конечно, понимаешь, что мы все-таки любвеобильные, мы любим обниматься, мы любим целоваться. Они еще при встрече целуются. Да, мы любим целоваться. Мы как нация любим обниматься и целоваться. Но сейчас вот условие все-таки такой инфекции. Мы должны пойти на жертвы. Мы должны пойти на жертвы и прекратить эту практику обнимания и целования. Да. Хотя бы на время. И вот он говорит, что я рассчитываю на ваше понимание. Мы можем вот здесь сзади пройти к девчонкам. Да, идем сзади. Мы можем вообще туда, к моржам этим спуститься, которые там по воде ходят. Но, кстати, не просто какая-то своя инфекция, знаешь? У моржей. Да. Ну, в общем, чего я говорю, что новости полны всяких тревожных дел. Причем, представьте себе, друзья, что идет одновременно с этим, идет избирательная кампания. И кандидаты, они как-то хотят обратиться к массам. У них там график, они на месяцы вперед расписаны всякие митинги, активисты и туда-сюда. Ну и, в общем-то, политикам как раз это как бы совершенно не на руку. То есть они норовят, как бы говорят, ну вот-то все-таки давайте, все-таки политические мероприятия не будем отменять. Но это невозможно. На самом деле нужно отменять все. Ну вот пишут, пишут, да, пишут, что не надо участвовать ни в каких сборищах. И опять начинается, с одной стороны говорят про то, что это люди, которые пожилые раз, и у которых есть какие-то уже заболевания. А у каких пожилых людей, друзья, нет заболеваний, покажите мне. Молодых покажите, у которых нет заболеваний. И вот они говорят, что не надо не путешествовать в самолетах, ездить, ходить на мероприятия какие-то и так далее. И даже тут смешная была ситуация. Есть такая организация, очень авторитетная, серьезная. Называется Центр по контролю заболеваний. CDC. Center for Disease Control. И вот эта организация, так она хотела опубликовать рекомендации с тем, чтобы пожилые люди не летали сейчас никуда. Так Белый дом им сказал, не надо таких рекомендаций, уберите, пусть летают. Конечно, друзья, посмотрите на нас со Светой. Да, и Белый дом там уже еще садился. Посмотрите, на нас со Светой. В принципе, не жалко нас. Да, это конечно. Мы бы, конечно, еще пожили там лет 25, может, и 30. Ну, хукерс. Ну, не но если уже в крайнем случае это прибыли какие-то, опять же, избирательная кампания, рецессия, там уже хрен с ними уже. Кроме того, меньше денег надо тратить на поддержку пожилых людей, которые там получают посоли. Это удобно. А кроме того, вот этот круизный лайнер, который все еще идет, он пришел из Гавайи, предварительно он шел в Мексику, где был найден инфицированный человек, после чего дезинфекция не была произведена должным образом. Светик, давай я объясню так сначала, потому что ребята не поймут. С Гавайи пришел круизный лайнер, он вообще-то в Южную Калифорнию шел, но там обнаружилось 20 с лишним человек инфицированных. До этого лайнер был в Мексике, где с борта сняли одного инфицированного, ну, то есть он сошел и потом его диагностировали. До этого лайнер был в Гонконге, и в Гонконге тоже там был человек, который был инфицирован. Уже гонконгские власти стали там теребить всех, кого надо теребить, и когда, в частности, вот этот вот Princess Cruise Lines компания, и когда они были в Японии, то японские, как бы, власти настояли, чтобы этот Princess произвел дезинфекцию. Но, послушайте, друзья, какой интересный аргумент у них был. Дезинфекцию можно делать на разных уровнях. И, ну, есть такой самый простенький, безобидненький. Вот они на этом безобидненьком уровне сделали дезинфекцию, мы теперь имеем полный корабль там народу. Инфицированного, да, но их там около трех тысяч, их еще не всех протестировали, сейчас будут тестировать. Так вот, аргумент в пользу того, чтобы делать по минимальному протоколу, был такой, что человек, который был инфицирован, уже на корабле не находится. Он сошел в Гонконге, и, собственно, чего волноваться, да. При том, что там, наверное, и в команде было «Будь здоров», и команду толком в карантин не поместили. В общем, там много всякого разгильдяйства, и тупости, и, в общем, не знаю чего. Так вот, там их около трех тысяч человек, из них тысяча калифорнийцы. Принято решение калифорнийцев оставить в Калифорнии. Значит, завтра, в понедельник, они будут разгружаться в аэропорту Окленда. Это не пассажирский такой порт, там легче организовать всякую изоляцию с тем, чтобы там как-то безобидно это все произошло. Вот, разгрузка. Они за два дня должны разгрузиться со всеми там тестами на месте, и потом уйти, команду идет в океан, будет там проходить. Значит... Реабилитация. Ну, как их, карантин. Изоляция. Карантин. Причем, слышишь, люди, которые на этом судне, родным там пишут, слышишь, смски там и так далее, вплоть до этого Пенса, который сейчас, вест-президент, отвечает за эти дела, там еще, говорят, жратвы пришлите, говорят, ну можно сидеть изолированно, но как же не жрать? А почему им жратву-то не присылают? Я не знаю, Света. Может быть, их слишком скудно кормят, я не знаю. Но я просто рассказываю, на каком уровне разрухи вся эта фигня находится. В общем, друзья мои, получается, в очередной раз, что дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. То есть лучше не утопать. Поэтому, как сказать, это не клюйте носом, или как-то говорят? Не щелкивайте клювы. Это то же самое, друзья. Клювом не щелкаем, носом не клюем. В общем, все нормально делаем. Делаем то, что нам нужно делать. И на всю страну сегодня, с утречка, вот там в новостях, было 500 человек заболевших. Из них, считай, там под сотню в Калифорнии. Но вот даже в нашей Санта-Клара-Каунте, где мы находимся, 20 человек, уже диагностированы. И кое-какие школы уже тут позакрывали и так далее. Но сейчас они еще в Окленд завезут тысячу человек калифорнийцам. Калифорнийцы поставят в Калифорнию. Но их на карантин и на диагностику развезут в какие-то учреждения медицинские, так скажем. То есть больных, больных сразу в учреждение, а тех, которые не поймешь чего, вот, их там по военным базам, там еще куда-то, я не знаю. Можно сказать, что им даже, может быть, и повезло. Потому что вот стадия достаточно ранняя, и есть еще места на военных базах. А что потом будет, если, допустим, начнет с такими же темпами все это умножаться? Вообще, действительно, у меня вот такой вопрос, а что же будет, если госпиталя будут переполнены, медицинского персонала будет не хватать? Светик, это легко решается там военными методами. То есть устанавливают в степи палатки. Пулеметы? Не-не, ну есть, на случай войны там и так далее, все есть, резервы, ресурсы. Другое дело, что опять, есть разгильдяи, раз, есть идиоты, два. Есть люди, которые должны были бы уметь, но они не умеют. И, конечно, что сказать, Света? Сейчас вот знакомая одна сообщила, у нее невестка работает в госпитале, в Эмерденсирум. Да. И им спустили указания по поводу, ну типа как протоколы по поводу того, что делали с инфицированными людьми. Да. А то они не знали. Нет, нет. Она пришла домой в шоке, потому что эти протоколы, как бы они говорили, что надо делать, но при этом они не говорили, как это обеспечить. Так. То есть не было ни тестов, ни масок, ни костюмов, ни помещения. А пишут, слышишь, Света, пишут, ты мне напомнила, пишут, что вот эта паника, которая, они называются паник баинг, то есть такое панические скупки. Что маски, то, что люди скупают, которые на самом деле никому не нужны, как они говорят, хотя многие говорят, что нужны. То есть мнения разошлись насчет, ну как индюки прям здоровые. Да, здоровые. А что это безобразие, потому что госпиталям не хватает. Ну да. Понимаешь, да, то есть персонал, который в госпиталях, которому действительно надо было бы. Какой очаровательный песик. Вот. На животных, кстати, это не распространяется, все эти вирусы. Вот. Так госпиталям не хватает масок, Света. Ну, понимаешь, я думаю, что все-таки мы живем в достаточно погадкой стране. Да. В Семанске не хватает. Я думаю, этот дефицит довольно быстро восполнится. То есть просто нужно какое-то время, может быть, для этого, но это он восполнит. Ага. Страны, ох ты ж, смотри, они там эти купаются, смотри. Да, да, да. Пойдем, подойдем поближе. Значит, о запрете вывоза из страны, экспорта из страны, вот, значит, там масок, санитайзеров, там, и всяких вот этих средств. Не, а что вывозить, когда ничего нету? Я была в пятницу... Мы говорим о Европе. Не, не, слышь, я была в пятницу в Костка. Да. И когда я подъехала в Костка, я видела, что люди выносят вот такие стерильные салфетки мокрые. Так. Ну, в смысле, выносят в упаковках? Да, там одна упаковка, там пять вот таких здоровых коробок. Да. Я купила такую упаковку пару недель назад без всякого ажиотажа, без всего, запаслась. Так. Ну, думаю, раз такое дело, и пошла эпидемия, я еще пять куплю. А тем более, что я вижу, что люди выносят все. Но оно было или не было? Вот, пока я дошла, это продавала сам в конце магазина, пока я дошла до конца магазина и спросила, где они у них лежат. Да. Мне сказали, что их нет уже. То есть они кончились на мои глаза. Ну, не подвезли. Это бывает. Они кончились на мои глаза. Это бывает, друзья. Так. Еще в 12 дня. Смотрю тут на морских трюбов. Вон там лежит в темноте, да. Мы же не касаемся, вот так вот не касаемся, как другие люди. Не касаемся, идем дальше. Вот. Вот. И это самое. Значит, в 12 часов дня уже не было пятницу вот этих вот масок. Но. Так. Ой, мама. Она в трусах вообще? А? Она в трусах вообще? Да. Ну, я даже не знаю. Зрители сказали бы, а что же вы не берете камеру с оптическим наведением. Ну, как-то она хорошо стоит. Мне нравится. Так что? Вот. И, значит, бумага туалетная была, полотенца были. Так. Давай посмотрим, что там. Давай оттуда зайдем, где народу нет. Так. Да, может быть, там плавает что-нибудь хорошее. Иди сюда, не уходи. Главное, не касаясь опорочками. Нет, я не касаюсь опорочками. Да, мы ничего не касаемся. Можно было бы сначала протереть, а потом коснуться. Но мы не будем. Ну, тут что-то, эта штука загораживает. Ничего не видно. Вон они кувыркаются. Да? Где? О, друзья, кувыркаются. Ё-моё. Пошли. Я хотела сказать, вот и лайк. Что? Я говорю, вот и лайк, в то время, когда нас раздирают. Экономические проблемы. Эти самые проблемы, вот эпидемии. Вот они тут мурлыкают. Я сейчас, друзья, руку опущу с камеры. Может быть, нам удастся лучше разглядеть все. Мурлыкают, кричат, а все у них хорошо. Да. Ой, даже вон, Соня какая-то там. Да. О, да. Как красивее. А где там, где мы не знали? Правда? Да. Друзья, упустили момент для съемки. Ладно. Ну, ничего страшного. Хорошая девочка вообще. Да, хорошая девочка. Хорошая девочка, хорошая. Все нормально. Вот, так вот, я хочу сказать, что пока есть жизнь у животных. Вот они тут радуются, все у них хорошо, никаких у них проблем нет. Ох, их там много, да. И люди радуются. А тогда задумаешься вообще над всем, что происходит, и думаешь, что же произойдет за эти две недели. Так. И какими мы пройдемся через две недели, в каком обществе мы пройдемся. Слушайте, вот нам сейчас скажут, что мы паникеры и вообще людей пугаем. Мы людей не пугаем. Так. Но. Но. Поскольку каждый из нас должен пройти свой путь. Да. 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 И чтобы сказать, что я в данной ситуации сделал то, что от меня зависело. Так. Мы никто не гарантирован от заражения. Мы можем заразиться неизвестно где. Да. Но принять меры безопасности, чтобы сказать, я прошел свою часть пути, я сделал, я купил салфетки, я купил перчатки, я сделал то, я сделал это, я сделал все правильно. Я на ближе двух метров не подходил. И перил не трогал. И руки мыл раз в час с мылом. Да. Так. И лицо не трогал. Да, или в противовес этому можно сказать, да, все это фигня с этим вирусом, ничего не будет, вообще все переносит легко и вообще никакой проблемы нет. То есть просто разница в подходе, поэтому я никого не пугаю. Ты знаешь, молодежь не беспокоит, молодежь говорит, это для пожилых все актуально. Ну вот еще, я говорю, вот это вот, дело в том, что просто очень мало еще что известно про этот вирус. Да. Нету точной статистики, ни смертности, ни выживаемости, ничего. Точнее так получается, статистика какая-то есть. Ну она как и неправильная. Но, как бы сказать, в силу того, как они тестируют доступности средств, плюс, как бы, насколько тоталитарные всякие режимы раскрывают, и что вообще из этого происходит, и так далее. Слушай, вот, например, вот сравни, например, Корею и Индию, или Корею и Италию, да? Корею и Италию, Южную Корею или Северную? Нет, Южную Корею, про которую известно, что там... Да, там вспышка, да. Там вспышка, но там свеженность очень низкая, там что-то порядка одного процента, что такое. Так. И в Италии, где смертность чуть ли не 10%. Так. А люди одни и те же, заражение то же самое, страны разные, государства разные. Да. Значит, вопрос либо в диагностике, либо в вывешивании правдивой информации, либо уж я не знаю в чем. Я думаю, что, поскольку Корея Южная, то насчет правдивости информации мы не будем сомневаться. Но с точки зрения средств тестирования, мест, где можно протестироваться, охват как бы тех, кого надо было бы протестировать и так далее, и так далее, я даже не знаю. И та, и та, и другая, в принципе, приличные страны. Там нормальное здравоохранение, там все хорошо. И они не из тех, кто скрывают, нет. Да, но я думаю, что просто может быть в Корее больше организованности, знаешь, так вот сказали. Слушай, ну людей много, давай вот отойдем туда. Да, да. Тем более из Индии. Тут сейчас говорят, в Индии тоже непорядок с этим делом. Я себе представляю, что может быть в Индии, друзья, где гигиена и санитария как бы не самые популярные два слова. Судя по рассказам, мы сами не были. Но то, что мы слышали, друзья, вам лучше этого не слышать. Если вы хотите нормально спать и вообще как-то верить в человечество. И его будущее. Да, то есть на самом деле, конечно, все это тревожно. Да. Да, паникерцы, паникерцы, но это все тревожно. Да. Но нам предстоит это прожить эти две недели. Нет, нет, две недели нам нужно прожить. Всем, не только нам, мне и тебе. Нам их нужно прожить. Мы говорим, пустое, вообще никого не знаю. Ну да. С тем, чтобы понять масштабы вообще тех перемен, которые надвигаются. Это не будет как бы концом через две недели. Это будет только начало. Это будет начало. Просто мы должны прийти в начало. И вот эта стадия... Начало осознания, я бы сказала, масштабности проблемы. Да, страна должна осознать. Безусловно, не имея такого исторического опыта, раз. Имея массу некомпетентных людей на разных постах, два. Имея, как бы сказать, политическую зависимость между всякими там людьми, которые на должности, которые должны были бы сказать, но они не скажут или что-нибудь скроют, или скажут политкорректно. И плюс еще выборы на нашу голову. Тут уже как бы... Да, вот тут что интересно, что... Пришла беда, отворяя ворота. Да, что интересно, что вроде бы на фоне всего этого коронавируса экономика, естественно, ведет себя не самым лучшим образом. Получается, что экономические интересы выше интересов охраны здоровья. Сетик, для кого-то они выше всегда, а для тебя, например, твоё здоровье выше. Конечно, поэтому я думаю, что надо заниматься собой. Нет, ну действительно, розничная торговля уже, как бы, уже страдает довольно сильно. Сейчас мы пролим мимо ресторанов, сейчас посмотрим. Давай глянем. В воскресенье около 7 часов. Да. То есть самое пиковое время. Но я думаю, что воскресенье – это не самое пиковое время. Я тебе сразу скажу, Света, я тебе сразу скажу, по наличию свободных мест на парковке, я тебе сразу скажу, что не самые лучшие времена они испытывают. Переживают. Понимаешь, как, все-таки все ходят в рестораны в пятницу вечер и в субботу. В воскресенье не особо. Тоже? Нет, нет, там есть люди, безусловно. Там есть люди не пустые. В рестораны, безусловно. Нет, довольно много людей, ничего не пустые. Насчет довольно много я не скажу, но есть. А, кстати, друзья, бухло пропадает. В смысле, то бухло, которое можно использовать. Пойдем, подойдем к рыбке, там никого нет. То бухло, которое можно использовать для дезинфицирования чего-нибудь. Вот, например, водка. Нет, ну это называется технический спирт. Почему технический? Обычная водочка. Нет, 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 у нас же есть такой спирт, который постановится в раздельке. Вот, друзья, пожалуйста. Но я с этим спиртом столкнулась. Я его еще три недели назад решила прикупить, потому что у меня дома его мало. Но технический спирт купить нельзя. Я пришла в аптетку и спросила, есть ли он у них. Они так радостно сказали есть. Я думала, как хорошо. Поэтому я пошла его искать, не нашла. Тогда они мне стали искать его всем магазинам. И нашли его в каком-то загоне, потому что все было раскуплено уже три недели назад. Но все-таки бутылку одну я купила. Я подумала, что мне больше не надо. Потому что я еще купила к этому дополнительно салфетки, пропитанные спиртом. Но я тебе скажу, что вот я бы лично брал не технически, а нормальный, потому что можно протереть, а можно и внутрь тоже. Ну, видишь, как я небольшой специалист, насколько внутренняя дезинфекция помогает в борьбе с вирусной инфекцией. Вот я не знаю, например, помогает или нет. Зачек, я не имел в виду внутрь для дезинфекции. Извини, конечно, что я так вынужден на эту тему. Но это не вопрос дезинфекции, а вопрос просто лайфстайл, понимаешь? Нет, ну вот я, например, знаю, что когда мы едем в Мексику, и я не пью там спиртное, то я заболеваю кишечной флотой инфекцией. И как же быть? То есть в этих вухловях те люди, которые дезинфицируются спиртовыми всякими делами, они не болеют. То есть в этом смысле оно помогает. Но помогают ли всякие виноводочные изделия в борьбе с вирусной инфекцией, я не знаю. Ну, Светик, в том смысле, в каком человек как бы стерилен внутри. Еще интересная вещь, я слышала про этот коронавирус. Поскольку он перешел от летучих мышей, то люди говорят такую вещь, что сам вирус по себе, он тоже не дурак. Давай отойдем от людей. Нет, не дурак, не дурак. Вирус не дурак. Отойдем от людей. Значит, он не дурак, и он не хочет умирать с каждым умершим. Потому что когда человек умирает, и вирусу там тут нечего делать. Он хочет жить в живом организме. Так, понял. Вирус хочет жить... Вирус не дурак, он хочет жить в живом организме. Да. Так. И этот вирус пришел типа как от летучих мышей. Так. Где он прекрасно себе жил с этими мышами в дружбе, согласии. Так. Они, может быть, болели, но они не умирали. Так. И попав в тело человека, он сталкивается с совершенно другими аминочислотами. У него стресс. У него стресс, у него другая среда, и в общем, совершенно для него непривычно. И когда он натыкается на... Когда этот пациент умирает, то ему это не нравится. Поэтому происходит мутация этого вируса на более облегченные формы, чтобы... Скажи так, происходит очеловечивание вируса. Очеловечивание вируса. То есть, очень так же, как и грипп, например, да, вот. А гриппу играет, потому что он все-таки в основном выживает, да? В основном. В основном. В большинстве своем. Да, поэтому точно так же этот вирус, он начинает мутировать и приспосабливаться к среде тела человека. Так. А где ты взяла это? Твои личные домыслы? Это я читала и смотрела вот на эту тему, это не мои личные домыслы, это врачи так говорят. Понял, понял. Что вот там идет процесс мутации. Это первая, это хорошая новость, да, что он не будет таким тяжелым. То есть, слава богу, к нам приспособятся так хорошо. Приспособятся со временем. Со временем. Те, кто выживут, да, суживут при боли. А те, кто еще, значит, на ранней стадии, могут себя чувствовать летучей мышью. Да. Так. Вот. А те, кто... Да, но плохая новость состоит в том, что уже сейчас известны повторные случаи заражения. Да. Причем... То есть, грубо говоря, иммунитет не вырабатывается. Да, причем он не вырабатывается, потому что говорят, что каждая эта вирусная молекула, или что там она, клетка, она обволакивается какими-то аминокислотами, и наш собственный организм не принимает ее взборождественную в таком случае. Ну, я чувствую, что люди, которые в предмете понимают, могут в этот момент подпрыгнуть от неожиданности. Ну, еще раз, я за что купил, зато продал. Я не знаю. Да, да. Наши, своими словами. Да, мы своими словами пересказываем то, что мы начитались, насмотрелись и так далее. Да. А если где неточность, вы не обижаетесь. Поэтому, как бы, эта новость не такая интересная. Обволакивать аминокислотами, это святой... Хорошо. Так, давай. Ну, вот, не знаю. Да, да. Не знаю. За что купил, зато... Понимаю, понимаю, да. Поэтому эта новость такая сомнительная, что люди же все-таки ждут вакцин. Да. А если оно... А вопрос такой, а есть ли такая вакцина? Нет, нет, а нужна ли она в том смысле, что вакцина все равно ослабляет иммунную систему, там где-то, да? Нет, нет, подожди. Вакцина, если есть повторное заражение и иммунитет не вырабатывается, то в чем смысл вакцины? Вот именно. Все вроде ждут вакцину, а в чем смысл, не очень понятно. Ну, да. Вот, так что, друзья мои, вот такая вот не совсем радужная перспектива у нас на ближайшие две недели. Так, мягко говоря, наш сегодняшний рассказ нельзя назвать сильно оптимистичным. Ну, жизнь вставляет какие-то, знаешь, окрашивает жизнь сама нас, бытие нашей разноцветательности. Да. А вон там люди, пожалуйста, пьют, танцуют, вот латинскую музыку, хоть бы что. А, между прочим, там тусовка, и они все близко. Ну, еще, это люди, которые совершенно не в теме. Не прониклись, не прониклись. Не в теме, да. И здесь, в Санкт-Петербурге, довольно тихо. Вот мы были последний день на Гавайях, и слышали официальное сообщение мэра, да, Гавайи? Это губернатор, точнее, это не сам губернатор, это служба медицинская. Вот, которые сказали, что запасайте. Запасайтесь водой, запасайтесь лекарствами, на какой-то срок. Мишин, кстати, выписал ему лекарства, это еще было три недели назад. Говорит, что поди-ка на всяческий случай на полгода купили лекарства. Да, Света, что такое, понимаешь, врач с жизненным опытом, да? Который, знаешь, как-то говорит, что, может, там и не придут красные, но сало надо перепрятать. Понимаешь? И вот мы, так сказать, с ольца перепрятали. В тот момент, когда я пошла за этими лекарствами на полгомишины, лекарства по диабету, там, да, да, то, что я и так принимаю, да. Да, просто на полгода, потому что обычно нас на полгода не выписывают, три месяца максимум. Купили за свои деньги, друзья. Без страховки, недорого. Да, значит, и в тот момент они были, то есть врач сказал, что уже они начинают пропадать, потому что он всем своим пациентам говорит, и они пытаются там и там купить. А вот я пошла в нашу костку местную, и это все было нормально. Надо связать, что делать. Но сейчас уже говорят, что уже сейчас не получишь. А кроме того, я еще заказала лекарства, там другие, которые более дорогие, а по страховке их заказала на три месяца. Слышишь? Надо пойти в русский магазин и купить сало. Зачем тебе сало? Ну, сало. Нет, там сало не надо. Ты представляешь, все там черти что едят, а мы сало. Вот интересный вопрос. Сначала эти официальные службы Гавайи сказали, чтобы люди запасались водой. Да, то есть ожидаются какие-то питьевой водой. И надо сказать, что здесь люди из крана воду пьют мало. В том смысле, что они покупают воду в бутылках. Или сами. Вот. Или делают сами. Но делают сами меньшее количество людей, а покупают в бутылках больше. Но вот эти фильтры для домашней восстановки, они исключительно распространенные, в каждом магазине продаются. Это массово. Они продаются. И осмосис. Но мы, в общем, не поняли. Потому что у нас стоит осмосис, и мы вообще, в принципе, воду в бутылках или в этих банках этих не покупаем. Да, не покупаем. Но тут уже возник вопрос, что раз предупреждают, может быть, перед боем с муниципальной водой? И тогда возникает вопрос вообще жизнедеятельности. Вообще дискуссия у нас со Светой была. Например, может ли муниципальная вода, муниципальная канализация, муниципальное электричество каким-то образом пасть жертвой вируса или борьбы с вирусом? Или посредствий борьбы с вирусом? Или вдруг, например, там насосы перестали работать, люди перестали выходить? Ну, насосы-то как раз меньше всего поддерживаемые, а вот люди, которых обслуживают... А электричество? А что электричество? Ну, насос же сам не будет качать. Нет, ну, блин, электричество тоже от вируса не умрет. Ну, там какие-то пульты, сидят какие-то люди, нажимают кнопки, крутят ручки, ну, не знаю, как вода... Ну, послушай, ну, все же не перемрут, знаешь, все-таки страна большая, будут дезинфицировать. Кто-то будет выходить один вместо трех, там, груди, установит на защиту муниципальных услуг. Я вот разговариваю со знакомыми, многие говорят, что надо запастись огнестрельным оружием на случай, если люди начнут бродить по домам в поисках санитайзеров или там, допустим, консервов, если. Да. В общем, друзья. Ну, ты знаешь, мы всех напугали уже, я думаю, хватит. Напугали. Друзья, если вы еще не напугались, то и хорошо. А если напугались, не берите в голову. Мы просто пересказываем, чего пишут. Пишут много. Сказать, что пишут еще о чем-то будет преувеличением. В основном пишут об этом. Пишут все. Национальные шоу, самые массовые выходные дни. Вот об этом говорят. И, в общем, я как-то даже испытываю такое ощущение, что выборы под угрозой. Потому что у нас можно и по почте голосовать, в общем-то. Но дело в том, что это меняет демографию, друзья, участников выборов. Потому что когда доходит до голосования по почте, то может оказаться, что те люди, которые ногами бы еще пришли какие-то, допустим, по почте, они не станут. И обратное тоже верно, да? Обратное тоже верно. В общем, интересно все это наблюдать. Мы, друзья, с вами являемся свидетелями необычных событий. Можно сказать, что будет о чем вспомнить. Скажи, Света. Ну, как сказать, тем, кто останется. Ну, естественно, кто-то же всегда останется. Света, были времена, когда там 90% населения Европы в средние века, но они умирали от болезней инфекционных, там, чума, там, холера. Ну, да, а я надеюсь, что на 90% не пройдет. Так. Все-таки, но мы не знаем, какая процентовка будет в итоге, но поживем, увидим. По-русски говорите? Я не могу, я из Румынии. А, из Румынии? Я не понимаю, что это было. Но я люблю Россию. Окей. Мы проводим YouTube-канал в России. О. Мы просто рассказываем историю. Я желаю лучшего для России. Спасибо большое. Так. Друзья, это был из Румынии человек. А он оглядывался на меня с интересом. И, то есть, видимо, понимая, что речь русская, вот, он сказал, что он не понимает по-русски, но, поскольку он пару раз оглянулся, то я ему говорю по-русски Ферштейн, а он говорит, Ништ Ферштейн, да. Ну, говорит, так, как мог. Говорит, любит Россию. Странный человек. Вот, видимо, он имел в виду весь Советский Союз. То есть, он не стал отдельно выделять Украину, Беларусь, Узбекистан, Молдавию, там, и так далее. Да. В общем, так, в целом, добрый человек, хороший. Жалко будет, конечно, если так. Да, ну ладно. В общем, друзья, все хорошо, так. Я думаю, это как вокалитин. Пока, да, пока. Как это там? So far so good. Вот. В общем, все так, мы нормально, нормально. Я думаю, что, а те, как получать, что мы 8 марта это все рассказываем, но мы подумали, что сейчас уже поздно, и когда мы это повесим, уже 8 марта, у нас закончится, вот там, а там уже 9, уже 9. То есть, нормально так, говорит, как непраздничный репортаж, но мы и без претензий, в общем-то. Мы без претензий, так, бла-бла-бла. И все такое. Ну что, Света, мы отговорила наша роща золотая? Ну, я надеюсь, не носит. Нет, друзья, об этом могут только мечтать некоторые, но мы с вами не прощаемся. Правда? Да. Ни в каком виде. Мне только неудобно здесь видео делать, у меня лэптопа моего нет, есть только Светин, и мне не все удобно там делать, в частности с видео. Ну, например, заставки у меня файлов нет. Ну, такая мелочь вообще. Это мелочь, я больше того, я могу ее нарезать, я могу взять, даунлоднуть какое-то видео, отрезать от него заставку, вставить, но это как-то мелко. Вот, так что я без заставочки все повешу. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Только здесь вы узнаете чистую правду, которую мы со Светланой для вас отсеиваем от грязной лжи. Только у нас, и только сейчас, и в будущем, и в прошлом вы узнаете то, что вас интересует. И то, что не интересует, иногда тоже можете узнать, но это как бы уже ваш выбор. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...